Не спеши языком, спеши делом. При этом даже сегодня буду рассказывать о том, как я принимала участие в книжном флэш-мобе 2015, который проходил на BookMix. Он состоял в том, что есть 21 категория книг, и нужно прочитать 21 книгу. То есть книга выбирается читателям, главное, чтобы она соответствовала категории, и был написан отзыв, либо лицензия. На неё стартовал марафон в начале года, в первые дни января, и закончится последним днём года. Так что такое, на год. Сначала я не хотела принимать в нём участие, потому что я люблю читать по настроению, а не потому что так надо. Это именно тот случай, когда потому что так надо, но знаменитый комментатор Ютьюба Олимпия Три Семёрки бывает очень убедительным. И она меня уговорила пойти на это дело, хотя я пошла на это без воодушевления. Опыт получился интересным, но всё-таки, вы знаете, у меня живёт парочка сладкая. Одного зовут совесть, а другую чувство долга. И я её ещё иногда называю обязательством. Так вот, это парочка. Мало того, что высыпается по ночам, но и какие-то действуют мне на нервы днём. Я-то как думала вырулить. Много же времени, целый год впереди. Я читаю достаточно разнообразную литературу и много. И я думала, что я буду прочитать книгу, смотреть, не соответствует ли она какой-либо категории. Если соответствует, то вписывать её. Если нет, то ну и ладно. Ну, справедливость и чувство долга меня активно атаковали. Я не выдержала. И в феврале я начала читать по списку, но не подряд. Я всё-таки постаралась выбирать те категории, чтобы соответствовали моему настроению. Но далеко не всегда получалось. И я читала, потому что так надо. Вот это немножечко меня напрягало. И я уже решила, что этот первый опыт, это был мой первый опыт, станет и последним. Но тут, когда я закончила этот марафон, я получила медальку. За участие, получить медальки так приятно, что моя негативная эмоция преобразовалась в положительную. И я теперь уже не думаю, что это был мой последний опыт участия в марафоне. Так что спасибо, Лимпи, за то, что она меня втянула в это. Я немножко нарушила одно правило марафона. Такого мне не выдавайте. Там было нужно читать все новые книги, которые раньше не прочитывали здесь. Но я не всегда это правило соблюдала. И книг 5, наверное, я читаю. Я именно перечитывала, не читала в первый раз. Ну и теперь я буду озвучивать, перечислять все эти книжные категории и что я прочитала в соответствии с данным пунктом. И не буду ничего говорить об этих книгах, потому что я о них рассказывала. Книга отчетников, за исключением нескольких. Но что как-то раз я по техническим причинам не выложила свой книг на отчетник. Понеслось. Пункт 1. Книга, в которой более 500 страниц. Мика Валтарея, Синухия, Египтянин. Пункт 2. Про произведение русской классической литературы. Бугаков, Собачье сердце. Пункт 3. Книга, по которой сняли кино. Уилки Коллинз, Лунный камень. Книга, вышедшая в 2010-х годах. Наталья Нестера, Татьянин Дом. Книга, в названии которой есть число. Иржи Лангер, Девять врат, Таинство хасидов. Пункт 6. Книга, персонажа которой не является людьми. Терри Пратчет, Кот Беспрекрас. Пункт 7. Книга, название которой состоит из одного слова. Автобиография. Агата Кристите. Тут я скажу все-таки несколько слов, потому что я о ней не рассказывала. Все-таки странно, когда человек читает биографию писателя, чьих книг он не читал. Не из-за каких-то принципов или упрямства, ну как-то не случилось. Поэтому мне понравилось чуть меньше, чем понравилось бы, если бы я была знакома с отчеством Гатта Кристе. И мне показалась немножко затянутой та часть книги, где она пишет о своем детстве. Мне стало так скучно даже. Это личное мое мнение. Принеслось дальше. 8. Сборник рассказов. Нестерова, конкурс комплиментов. 9. Книга жанра нон-фикшн. Трофимов и Медубаев, Илья Николаевич Ульянов. Из всего, вот перечень книг, их 21, это худшее. Не поймите меня, я приватно, не воспринимательно за счет, кому нравится. Вот я сейчас, кстати, кую, не идеологию, не человека, не вообще, не что бы то ни было еще, исключительно стиль повествования. Слишком приторно. Вот просто вот кусок сахара полили сиропом, смазали медом, довели просто вот сплошной сахар и засунули этот кусок сахара в сиропе читателю на вкусно. Фу. Вот. Вас не бесит этот обруч? Меня бесит. Вы его больше не увидите, в кадре обещаю. Так что я... Плохого мнения об этой книге. Я не знаю, что мне думать о человеке, об Ульянове Илье Николаевиче, потому что я не могу адекватно спонимать ту информацию, которая была подана в этой биографии. Она не оправдана. Она... Так как она слишком слащава, ей не хочется верить. Поэтому я буду искать другие источники, более объективные, но это будет очень не скоро, потому что меня до такой степени оттолкнула эта книга, что просто нет уж, пока не хочется. Пункт 10. Книга одного из ваших любимых писателей, которую вы до сих пор не прочли. Крапивин, Бабушкин внук и его братья. 11. Книга, которую вы уже читали. Андрей Белянин, Моя жена ведьма. О ней я расскажу, кстати, в книге отчетники этого месяца, потому что я ее почитала буквально на той неделе. Ой. Ну, вообще, в конце... Я о ней уже говорила... Нет, я о ней еще не говорила. В общем, эту книгу я читала одну из последних вообще в этом марафоне. 12. Книга из списка 100 книг, которые должен прочесть каждый по версии Букс Микс. Льюис Герр. «Приотечение лица в стране чудес». 13. Книга, в основе которой реальные события. Ирина Головкина. «Любеденная песня. Попрежденная». 14. Книга, которую вы давно хотели прочесть, но не доходили руки. Символы награды Российской Державы. Поэтический сборник. Александр Блок. «Секретарение поэмы». Книга написана более ста лет назад. «Олкот. Маленькие женщины». 17. Не менее трех книг из одной серии. Это Жерон Роулинг. «Патриана». Соответственно, «Один Феликса». «Принсполка. Кровка. Дары смерти». 18. Книга, в названии которой есть слово, обозначающее «Цвет». Лидия Будагозка. «Поисть о рожей девочке». 19. Книга из числа рекомендованных автоматической системы «Бутмикс». «Плунгян. Почему языки такие разные». Очень мне тоже, кстати, не понравилось. В связи с биографией Ульянова. 20. Книга, за которую автор получил какую-нибудь литературную премию. «Феселяр. Посмотри на меня». Там, по-моему, премия «Космопольта» или что-то у этого было. И 21. Пункт. «После июня. Выдыхаем с облегчением. Любая книга по вашему выбору». Это была «Последние дни царской семьи». Авторы блог «Уильтон и Данилов». Таковым был мой книжный марафон 2015. Сору, напоминаю, он состоялся. Я была одиннадцатым участником, закончившим его. Это был интересный опыт. И, значит, на этом всё. Желаю вам, чтобы ваши опыты всегда были удачными и приносили массу положительных эмоций. Пока-пока. До скорых книг.